сегодня будет интереснейший эфир встреча с моим другом с очень близким хорошим другом с человеком который очень важную роль в моей жизни сыграл с Володей Майковым сейчас жду Володя подключится я думаю будет очень интересно поговорим про трансперсиональную психологию поговорим о холотропном дыхании поговорим о заявленной теме о том как стать проводником духа времени и в общем ответим я думаю на ваши вопросы приветик-приветик друзья привет привет всех рад слышать видеть рад рад очень привет друзья жду сейчас Володю и стартуем вот пока может быть готовьте вопросы свои какие-то Володя он президент российской социации трансперсональной психологии руководит программ подготовки специалистов в области трансперсональной психологии наше знакомство привет привет гульнара да всем привет Володя тоже катыш привет сейчас я гляну как у нас до солнечно очень вообще фантастические пока могу показать как за окном здесь конечно классно очень это конечно нечто такое правда окно чуть смотрите какая красота прям вообще фантастика такая солнышко настоящая она где я я вижу Володю ура так класс но повозь и привет привет так не просто технически заметился извиняюсь дорогие очень рад всех вас слышать но я слышал как раз и твое представление так Володя а ты где вот что то связь вроде бы опять нормально наладилось подстраиваю вот и видел картинку солнечного алтая ну просто фантастика у вас прекрасно прекрасное место лучи солнца сияет на твоем лице я очень рад я тоже тебя рад видеть Володя рассказывай как дела как дух времени с давним-давним другом какие-то вот сейчас тормоза все нормально это слышно да вот сейчас сейчас слышно с давним другом со товарищем по многим проектам трансперсональным и нас дима связывает не только длительное что с бок о бок в многих событиях замечательных участников международных трансперсональных конференциях таких мистериях я бы сказал по голотропному дыханию но самое главное наверное это сходство судьбы то есть мы ну как говорили древние в одной лодке плывем но по крайней мере вот в отношении современного сложного мира мы движемся в одном большом потоке ну я называю этот поток вот выделяю его главную характеристику эволюционной то есть все что связано с развитием и именно к развитием к реальности у димы наряду вот с этим общим потоком который мы движемся есть но свои гениальные прозрения и практики это конечно вы все их знаете система здоровья первые вот такой большой проекты школа открытого диалога настоящий проект и ну я также мог бы здесь добавить слоган фридриха ницше то есть это по большому счету это все великое здоровье с большой буквы и ницше так это определял нам нужно великое здоровье для того чтобы осуществить великие проекты великие цели да по моему это великолепное определение сути медицины современной и конечно же мы живем в в россии на алтай в москве на всех других просторах нашей страны в мире очень много русских 25 миллионов русских кто-то из них возможно слушает живет в по всей планете земля и у нас у всех есть нечто общее у всех жителей этой планеты мы все пронизаны невидимыми токами времени ну впервые на немецком языке это выражение немецкой классики мы помним zeitgeist дух нашего времени и вот в этих двух словах дух времени наверное выражается самое главное вот переживаем нами всех дух ну ясно что дух это дух божий веет где хочет говорит библия дух это суть души то есть внутренней территории дух это бесконечность в каждом из нас дух это то что одухотворяет нас это творчество дух это дыхание суть дыхания да бог это дыхание внутри дыхания говорил кабир поэтому дух это суть всего а время это вот это быстро текущее вечное сейчас это мгновение которое следующее время меняется вот значит суть времени суть конкретного настоящего суть всего что происходит вот о чем мы хотим с Димой сегодня да потрясайте передать передать свое свой опыт свое понимание и и также наверное поделиться тем как с нашей точки зрения ну лучше всего переживать почувствовать дух времени и лучше всего готовиться к тому чтобы быть проводниками этого духа наверное это самое важное быть вратами быть проводниками этого духа Дим тебе слово твой опыт пожалуйста слушай я да богато говорил вот я знаешь как я у меня произошел такой прыжок внимание прыжок скачок такого в такой точке сборки в сторону которую мне нравится называть как мы или между вот когда мы говорим про дух времени с позиции допустим индивида который смертен да то этот дух он как будто бы может свистеть к выживанию да ну типа вот я есть и я сейчас вот буду беспокоиться за свою так сказать бренную структуру представления реальности и телесности и как-то все становится очень грустно и очень узко и сжато до каких-то малозначимых вещей то есть теряется смысл в этом для меня лично но это может быть раздутой до больших например да концепции там философской единственной его собственность штирнера или в современной концепции которая по сути это повторяет секрет и все школы связаны с этим я все могу суть этой позиции я то есть в этом есть великая правда но это часть правды и когда мы считаем что только это правда мы пускаем важнейшего да и самое главное понимаешь в этом я теряю как бы как будто бы осмысленность самописи жизни но как только я выхожу за рамки за пределы попадая в диалог в то что между вот в это пространство да вот это диалог с мне слово очень нравится потому что обозначает движение через первоисточник через смысл логос как первоначалу всего идея это движение сквозь насквозь да вот и здесь вот вот в этом пространстве между которое ну мы знаем как интерперсональное пространство или даже трансперсональная превосходящая личность и над личностное пространство вот здесь обнаруживается нечто что лично для меня является ну вот основным интересным фактором в контексте рассмотрения духа времени то есть вот это не означает мне тоже очень интересно тоже очень интересно я маленькую вставочку сделаю было понятно и мы продолжим я также хочу узнать ну вот по поводу диалога маленькая вставочка то есть да конечно логос это суть человека недаром древние греки христа называли логосом проявленный логос христос как суть всех людей как божественная суть воплощенная в теле и в то же время как мы помним это начало философии сократ обучал только в диалогах его лучший ученик платон все их его произведения это диалоги а как иначе передать истину как иначе выразить суть всего как только когда два логоса из своей сущности и вот маленькое различие наша обычная речь если мы из обыденного поверхностного мельтечащего сознания ограниченного я говорим то это тарабарщина это различного рода разговоры но если мы говорим из сути то что бы мы не говорили что бы мы не проявляли в словах ли в произведениях ли в музыке ли в чем угодно в картинах это будет диалог потому что это обращено к сути всех других людей поэтому я рад то что мы к этой теме подошли и то что мы ее касаемся и говорим про этот дух времени то есть он для меня вот он тесно связан не с какой-то индивидуальной частью хотя мы там присутствует а именно с тем что вот между вот между тем что растворено буквально в воздухе и тем что наполняет вот эту ткань вот эта медиа среду часть которой мы являемся вот Володя скажи пожалуйста вот как на твой взгляд какие перемены сейчас в мире происходит мы с тобой довольно давно знакомы да то есть и дружим уже так плотно я так наверное боюсь там соврать но тоже много лет уже там да давным-давно да и что происходит да да что происходит за это время вот особенно за последние пять-семь лет ведь же очевидно что перемены очевидно что как-то плотность всего вот усилилась и ну то есть мир стал другим да и с одной стороны это безусловно вот это элемент сетевой революции появление информационной технологии очень сильно повлияло и дает на самом деле очень много возможностей облегчение контакта коммуникации так далее но происходит что-то еще конечно безусловно я чтобы ответить вот на этот вопрос но мне нужно дать такую чуть большую картину чем просто точечное что происходит потому что мы тогда не сможем из сути процесса из сути времени а для того чтобы понять что происходит нам важно посмотреть но хотя бы штрих пунктиром ну большую картину истории человечества но скажем так вот у нас за всю историю были различные типы общества первобытные племенной рабоводейческой пеодальной капиталистической современной капиталистической а в будущем возможно интегральной как говорят там интегральные мыслители школы кена вилдера и каждому типу общества соответствовал ведущий стратегический ресурс то есть что было главным для выживания для поддержания жизни то есть первобытным общей это среда обитания оно было источником пищи в племенном орудие труда и охоты благодаря им человек становился более эффективным в рабовладельческой главным стратегическим ресурсом были рабы у кого больше рабов тот и сильнее в раннем феодальном это земля да логифундисты владение землей расширение территории в позднем феодальном государства его мощь в капиталистическом капитал деньги в раннем капиталистическом в позднем современном капиталистическом в котором мы живем это информация конечно земля вернее государство имеет в качестве своей источника землю капитал государства информация это источник капитала в наше время нас многие живут в иллюзии что деньги главное но на самом деле знание информация умение того как получать знание уже главное но информация тоже имеет свой источник это творчество человеческое отсюда приходит вся информация весь интернет все хранилища знание и знание о том как быть совершенными серферами по знанию и вот поэтому с моей точки зрения мы живем как раз сейчас вот в этих эпохах когда еще действует старый стратегический ресурс и иллюзии связанные с ними деньги капитал вовсю уже приходит информация и она много очень определяет смартфоны компьютерная революция как можно сказать современное время это тотальная смартфонизация мира и в то же время уже мир творчество проглядывает и поэтому вот дух времени настоящего это информация но одновременно уже семена будущего связанного с творчеством но если дальнейшие шаги я их тоже вижу это уже не пост не интегрально а вселенская тип общества и здесь уже источник информации это полностью раскрытый человек в его уникальности единственный известный нам тип разума пока во вселенной поэтому меняется типы человека первобытное общество homo erectus племенное homo sapiens разумные робологическое homo faber и homo ludens феодальное homo deus человек божественный феодальное позднее homo renaissance homo scientificus это капитализм homo transcendus поздний капитализм информационное общество и будущее это homo evolutus человек эволюционирующий развивающийся и вот следующий девятый этап это homo realitas и вот я прочерчиваю вот эту большую таблицу духа времени и по другим параметрам то есть у меня есть линия вот я описал тип общества ведущие стратегические ресурсы тип человека у меня есть когнитивная революция культурно-цивилизационный проект духовная революция эволюция практик заботы о душе артистическая революция то есть возможности и виды выражения соответствующие каждой эпохе коммуникативная революция как меняется наше общение коммуникация вот в этой большой таблице духа времени она помогает нам на уровне понятий знаний и традиции культура аппараты исследований лучше понимать дух времени мы могли бы сосредоточиться и на духе настоящего вот именно в аспекте того какие наиболее актуальные задачи сейчас для передового человечества для тех кто хочет развиваться для тех кто хочет быть проводниками будущего это конечно помощь в том чтобы избавиться от прежнего стратегического ресурса деньги да и перейти к новым более высоким формам то есть к информации и открыться творчеству то есть стать проводниками творчества и чем более творчественны мы в своей повседневной жизни в своих отношениях в своих во все во всех проявлениях в бизнесе в делах тем большей степени мы являемся проводниками мира будущего вот такая большая картинка слушай для меня это прям вот очень сейчас отрезонировало и когда ты говорил про творчество я вспомнил сразу про эволюцию про основную движение эволюции сотрудничества и понял что собственно говоря творчество возникает там как раз где есть диалог где два там человек или более встретились и обменялись своими образами действительности и смогли услышать друг друга и через вот этот обмен образами дополнить свою реальность обогатить свое общее представление на стыке обнаружить новые какие-то решения и возможности вот отсюда возникает действительно такая творческая составляющая и диалог мне что интересно между людьми он проходит на уровне энергетическом проходит на уровне эмоции на уровень того же дыхания да то есть мы сейчас говорим используем дыхание для того чтобы объединяться да ну вот и в этом смысле получается что вот это эволюционное направление ну то куда мы собственно говоря идем семейными шагами то есть я кстати абсолютно убежден в том что следующий этап эволюции это создание вот этих систем в которых люди сохраняя независимость способны поддерживать целостность вот этого диалогового пространства то есть когда каждый сохраняет свою ценность самодостаточность но при этом мы находимся в контакте вместе создаем нечто большее такое синергическое такое тело мы систему и вот такого рода мы системы способны просматривать мир совершенно на другом уровне все равно что допустим многоклеточный организм смотрит на мир или одноклеточный они будут видеть два совершенно разных мира совершенно разными возможностями совершенно разная длительность жизни там перспективы там и так далее поэтому в этом смысле я вижу что если говорить про космическую перспективу что она перед нами откроется тогда когда объем интеграции между людьми будет достаточно высок для того чтобы увидеть перспективу потому что она возможно под носом находится никогда знаешь как ты стоишь смотришь на муравейник и не факт что муравьи осознаются что ты там смотришь вообще на них а ты стоишь смотришь понимаешь то же самое и здесь понимаешь то есть мы как цивилизация видимо нам предстоит сделать этот скачок еще вот ну развитие которым мы сейчас семейными шагами подошли после которого мы сможем увидеть какие-то глобальные процессы вот расскажи какие инструменты нужны для человека ну вот на твой взгляд чтобы вот почувствовать во первых дух времени потому что не все понимают о чем вообще говорим да то есть может быть это ну кем-то знаешь как я своей жизни встречал много людей как правило это состоявшиеся зрелые люди и как правило достигшие успеха в своей жизни да то есть и видел людей которые слабо понимают что это дух времени вот и они но как бы такие вы говорите говорите там да значит а вот есть же реальная жизнь там мы поехали вот я с пониманием отношусь в общем всегда хочется такого рода людей по эксплуатировать ну что собственно говоря с ними делают первое не вот но мне верится я в своей жизни сам перед вот этот переход проходил от состояния 1 к состоянию 2 потому что состояние когда ты не догоняешь и не допонимаешь это к состоянию когда ты чувствуешь это понимаешь и пользуешься этим и я помню что меня допустим отличало сильно я у меня было вот это знаешь как у него в матрице тяга я знал что есть что-то большее вот и я страстно хотел узнать это что-то большее вот и давай поделимся для тех кто хочет для тех кто кому это реально нужно для тех кто хочет перейти вот в эту как бы другую сферу и почувствовать и понять то о чем сейчас говорим вот какие какой инструментарий на твой взгляд вообще присутствует и что какое инструмент есть чтобы увидеть во-первых это почувствует скажем так дра чтобы это было не в пустыну как бы не с пустые слова до не верования как в одной традиции как comunidad чтобы было конкретная практика современная и 2-е то соответственно как с этим научиться там жить и работе да то есть но это смежные вещи то есть как почувствует как вступить в контакт с этим пространством как наполнится им как почувствует дух времени и как научиться быть проводником его, как его выражать, как стать тем человеком, через который этот дух идет. Как, на твой взгляд, это происходит? Замечательная, замечательная тема, и она из самых важных для меня. Как ты знаешь, у меня фильм снят, популярный на эту тему, «Инструменты эволюции», в котором я на художественном языке выразил свои прозрения, открытые, связанные вот такой с максимально большой картой человеческого развития и инструментария, которая открыла человечество. И вот в моей большой карте есть шесть главных измерений человеческого ситуации. Первое – это, конечно, я сам, мир, мой внутренний мир, персональное пространство. Второе – это мы. Это все, что связано с отношениями, с сотрудничеством, с диалогом, с совместным творчеством. Третье измерение – это мир. Я не я. То есть мир, в котором мы живем, это тоже важнейший фактор. И его нужно знать, конечно, быть совершенным мастером мира. И у нас есть канонические такие профессии. Это политик, бизнесмен и социальный работник. Люди, которые работают с внешним миром наиболее эффективно. Ну и множество подпрофессий внутри этого. У нас есть также большой мир, связанный с невероятными, совершенно большими системами. У нас есть мир, связанный с духовностью и духовным развитием. У нас есть мир, связанный с центром. Да, то есть это связано с тем, чтобы идти серединным путем во всех этих мирах. Не уметь чувствовать центр, сбегать крайностей. У нас есть мир, связанный с энергиями. Вот вкратце. И если говорить о первых двух мирах, они базовые. Мир я. То, конечно же, очень много сейчас семинаров и тренингов по личностному росту, по развитию себя, секреты всех видов и работы над собой. Мне кажется, самое главное в развитии себя, самое главное, это выходить за рамки, за грамки ограничений. Это одна из важнейших практик эволюции. А главное, что мы делаем, когда мы развиваем себя, это мы начинаем различать, различать и еще раз различать. Я не ограничиваю. Слышно меня? — От того, насколько глубоко… — Да, привет, еще раз. Я говорил, первый главный закон развития — это различать. Второе — это быть в контакте с собой. И, как показали современные многочисленные исследования, от глубины и полноты этого контакта зависит и скорость нашего развития, и интенсивность терапии, интенсивность и продуктивность коучинга. — Поэтому быть в контакте на всех вербальных и невербальных языках, чувствовать, слушать… Кстати, Випассана является, как мы знаем, великолепной практикой, которая помогает нам устанавливать этот контакт, ну и ряд других великолепных практик. — И третье, величайшая практика — это выходить за пределы ограничений себя. Мы все живем в клетке эго, мы все живем в ограничениях. И у нас есть вот три помощника на этом пути развития персонального пространства. Первый помощник, конечно же, правда. — Если я вру себе, то тогда в мире правды я уже не найду. В силу вместе рожденности ложь будет множиться, и я буду видеть ложь в других людях, ложь в мире, и мир будет сплошной ложью. — Поэтому правда к себе — это очень сложно бывает поначалу. Но, по крайней мере, мы знаем великие образцы исповедь Августина, исповедь Достоевского, наедине с собой Марка Аврелия, записки из «Мертвого дома» Достоевского. Все мои студенты, они пишут духовную автобиографию много лет в Московском институте психоанализа, и я получил обратную связь, насколько это преображает их и раскрывает профессиональные возможности. — Второй главный катализатор в отношениях — это обратная связь, то есть это живое отношение, быть всегда в живом контакте, выходить за рамки концепции в отношении себя. И третья важнейшая вещь — этот катализатор был открыт древними буддистами. Ну, это любить себя, принимать себя, быть сострадательным. И буддисты открыли, что если мы сострадательны к себе, то тогда фундаментальная характеристика каждого из нас — ограниченность, эгоизм — трансформируется, как сказали буддисты, в различающую мудрость. То есть это фундаментальный катализатор нашего развития. — Хорошо, пусть мы развились до максимума в персональном измерении, но в мире еще около 8 миллиардов таких потенциально просветленных людей. А за всю историю планеты на Земле жило 64 миллиарда людей, как подсчитано. Ну, по крайней мере, современных людей — homo sapiens. Не брать всю предшествующую эволюцию. Так вот, какао следующее главное направление нашей эволюции? Конечно же, вобрать в себя весь опыт всех других людей, живших и живущих, по максимуму слиться, объединиться с ними и по максимуму выразить и передать себя. А это означает, что мир мы, отношение является важнейшей эволюционной практикой, которая по отношению к персональной практике развития является к тому же важнейшей побуждающей практикой, этической практикой. Потому что здесь в мире отношений, в мире нашего фундаментального сущностного равенства лежит ключ к этике, который имеет прежде всего эволюционный характер. Любые попытки определить этику и правила этики, исходя из других задач, нереальны. Даже в религиях она эволюционная. То есть Христос дал на горную проповедь и 10 заповедей для того, чтобы людям было легче, максимально эффективно реализовать сознание Христа, Царствие Божие, которое внутри нас. Поэтому, конечно же, что я вижу самое главное в отношениях? Первое, самое главное — это быть максимально открытым. Это первая практика эволюционная в отношениях. То есть не иметь концепции, потому что любые мои концепции в отношении человека, с которыми у меня открытый диалог, отношения, любые формы отношений, они мгновенно создают закрытость, невозможность полного передачи себя и полного слияния, вхождения в мир другого человека. Насыщение его жизнью, всеми невербальными аспектами его энергии и опыта. И, как мы знаем, в практике подготовки фасилитаторов для голотрубного дыхания вот эта неконцептуальная открытость является самым главным. То есть не иметь концепции. И это самое главное в практике психотерапии. Ну и, конечно же, практики любых отношений, любого сотворчества. Второе – это максимальное объединение с другим человеком на всех возможных уровнях. То есть с большинством людей мы можем объединиться энергетически, эмоционально, ментально, душевно, духовно во всех измерениях. Мы можем обниматься, сжать руки, участвовать в совместных трапезах, ходить в походы, делать общие дела, творческие проекты, прекрасно проводить время за трапезой. То есть любые традиционные формы человеческого объединения. И с кем-то мы можем очень глубокие интимные контакты иметь с самыми нашими ближайшими партнерами по жизни, сексуальное единение, а с кем-то духовное единение, с людьми, с родственными, близкими по духу. Поэтому объединяйтесь, объединяйтесь, объединяйтесь на всех возможных и приемлемых этических уровнях со всеми людьми. Это программа «Максимум». И если мы можем быть максимально открыты, максимально объединяться, вот тогда мы можем максимально понимать друг друга. Потому что для того, чтобы понять другого человека, на техническом уровне нужно иметь максимально живую и точную копию в зеркальных нейронах. Потому что через зеркальные нейроны, через копию, получаемую в нашем восприятии, процессе объединения, вот эти динамические отпечатки сравниваются со всем нашим опытом, со всеми рядами. И когда они находят место вот в этих рядах нашей памяти и нашего опыта, у нас и возникает переживание, которое мы называем пониманием. Если вам, дорогие участники и участницы эфира, понятно то, о чем мы говорим в данный момент, значит, вот это и соединилось в вашей базе данных индивидуальной. И три помощника. Первые два те же самые. Это максимальная правда в отношениях. Мы знаем с тобой, насколько это сложно. Мы знаем, что мы все врем друг другу. Убиляем, уклоняемся. Мы знаем, ты лучше всех, насколько это колоссальный урон наносит нашему успеху, нашему здоровью и нашему развитию. Правда ключ к здоровью. Правда ключ к развитию в отношениях прежде всего. Но это очень сложно. Поэтому хотя бы с избранными людьми поначалу, да, с кем это получается, с кем это возможно, быть правдивыми. И постепенно, постепенно, не нужно быть дураком, не нужно всю матку правду начальнику вывалить, он тебя уволит, ты потеряешь работу, начнется мыторство. Ну, нужно, конечно, в соответствии с ситуацией, с обстоятельствами. Вторая практика. Это живые отношения, обратная связь. Как в детстве, да, мы принимаем, посылаем, мы всегда в контакте, то есть мы танцуем. Любую девушку спроси, хотите вы выйти замуж за человека увольня, который бубнит что-то свое и не отвечает. Ну, представьте жизнь с такого рода партнером, да, это кошмар. Поэтому вот эта открытость, это танец в отношениях. И, конечно, здесь прекрасный пол женщины дает 100 очков мужчинам в плане тонкости, контакта. Мы называем это флиртом, заигрыванием. Но в фундаментальном смысле это, конечно, игра, детская игра. И здесь мужчины и женщины, мальчики и девочки, они одинаково хорошо играют. Потом женщины развиваются, а мужчины упускают эту важнейшую вещь тонкости, контакта, гибкости в отношениях. По сути, это значит быть живым в отношениях. Вот и все. И великие мастера вот такой обратной связи, это летучие мыши, например, которые посылают ультразвук и видят обратную связь. И это их видение. Вот так же и женщины флиртуют. И в картине флирт, обратная связь от мужчин, они точно знают, с кем они имеют дело и могут точно, когда нужно, управлять этим существом. Поэтому флиртуйте, флиртуйте и еще раз флиртуйте, то есть играйте на всю катушку. И третий фундаментальный катализатор отношений, он был тоже открыт древними буддистами. Они посмотрели, какова главная, спонтанная, разрушающая сила в пространстве мы, в мире отношений. И определили ее как гнев, ненависть, отвращение. И нам это понятно с точки зрения эволюции. Если эволюционная задача стоит в том, чтобы максимально объединиться, передать, быть открытым, то гнев это обрыв. Вон отсюда, видеть вас не могу. Уходите, обрыв этих связей и создание невозможности объединения и эволюции. И они нашли антидот. И этот антидот они назвали, майтри на санскрите, дружественность. Вот ключ. То есть фундаментальная благорасположенность. То, что известно во всех культурах как гуманизм, человечность. И как оказалось, они это открыли. Дружественность преобразует вот эту спонтанную ненависть и отвращение в зерцелоподобную мудрость. То есть если мы культивируем дружеское отношение ко всем людям, то тогда все в мире это как зеркала, в которых ясно отражаемся мы, ясно отражаются люди. Вот очень коротко на сущностном уровне практика отношений в моем видении инструментов эволюции. Давай еще раз с самого начала, вот прям коротко повторишь, ну по пунктам еще раз. По пунктам, да. Да, еще раз, давай повтори. Главные законы и главные практики эволюции в отношениях. То есть то, что может сделать отношениями важнейшим одновременно не только удовольствием и всем остальным, но и инструментом развития. Первое. Максимально открытость и неконцептуальность. Второе. Максимально объединение с другим человеком и передача себя. То есть взаимное объединение на всех возможных уровнях, приемлемых в данной ситуации этически. И третье. Максимальное понимание. И катализаторы или помощники эволюции. Первое. Максимальная открытость и правда в отношениях. Вернее, максимальная правда в отношениях. Не врать по возможности. Второе. Максимальная обратная связь. То есть гибкость и гривость. И третье. Это дружественность. Вот очень коротко. Я добавить просто хочу. Очень важный момент для всех, кто нас слушает. Значит, интересно, да. Что то, что сейчас перечислил Володя, является, ну, по сути, ключами к жизни. Я вот так, ни много, ни мало скажу. Значит, ключами к реальной жизни. Вот у меня есть такое ощущение, что до того, как человек это осознает и реализует на практике, он по большому счету особо и не живет. Вот, во всяком случае, у меня мой личный опыт был таков. Вот. Я четко, у меня жизнь разделилась до вот этого момента истины. Четкого понимания значимости правды. Максимальной правды. И вот это потом в дальнейшем включенности. Потому что правда, она как ключ, который открывает твое сердце к миру. И ты дальше идешь в мир. И дальше начинаешь его чувствовать. И реализовывать свое чувствование. То есть ты себя реализуешь на следующем этапе, когда открыл двери вот этого мира. Реализуешь через свою связанность, через свое осознавание того, что происходит в мире. Ты другой уже. Ты настоящий. Ты настоящий. Это полностью меняет себя. Ты настоящий в восприятии мира. И ты настоящий в плане динамики своей эволюции. Потому что ты превращаешься в эволюционирующего я. Реализуешь свое предназначение эволюционирующего человека. И вот это то, что ты описал, ну как правду, как такой фундаментальный ключ первый. На самом деле это чрезвычайно тяжелая практика. И причем неважно, когда ее начинать. Я по своей жизни смотрю, что она всегда сложна. Она не является простой вообще никак. Не на секунду. То есть она проста с точки зрения, как бы, ну просто все. Ну вроде правда и все и правда. Он пишет. Поясните про правду, что это. И как принять решение, какую правду и сколько дать начальнику миру и так далее. Спасибо. Ой, вот дальше начинается практика. Дальше начинается расшифровка. Дальше начинается погружение в этот процесс. Но когда ты для себя понимаешь, что это краеугольный камень, на котором все строится. И ты от него никуда не денешься. Вот тогда начинается развитие. И здесь мне важный момент, который хочется сказать. Что правда, она сопрягается с невероятным страхом смерти. То есть мне кажется, что это самая большая сложность на пути к правде. Это умереть вот в том образе, в том виде, которым я создаю всеми правдами и неправдами, как говорят. То есть я создаю некий аватар, какую-то социальную личину того, кем я бы хотел, чтобы меня люди представляли. А потом чрезвычайно сложно отказываться от этого образа. Потому что мы как будто бы через него живем. Он наш посредник, этот образ в жизни, в мире. И когда спрашивают про правду, что это, да? Ну давай, Володь, ты свою трактовку дашь. Что это такое, как принять решение, какую правду и сколько дать начальнику, миру и так далее. Как ты скажешь? Я здесь уже говорил, тезис Хаджи на Средина, да? Такого дурака Суфия, который в то же время там на Ишаке смеется над Падишахом. И просто мы живем в реальном мире, поэтому нужно прежде всего быть реальным человеком. То есть не быть дураком. Вот руководствоваться этим прежде всего во всех ситуациях. И ну известно же, что грубое выражение перед свиньями, бисер перед свиньями не мечет, но это библейские выражения. То есть это классика, конденсированная совета из жизни. Поэтому я когда-то, в общем-то, махал везде тоже вот знаком справедливость, правдость и так далее. А сейчас у меня более такой вот, ну как бы я сказал бы скромный призыв. Это прежде всего я называю себя эволюционером. То есть человеком, который вот изучает все знания и практики человечества, связанные с развитием персональным, с развитием межперсональным, с развитием мира, с развитием вселенной. То есть для меня очень важна вот эта сбалансированность и равномерность. Я не вижу, что есть какая-то одна исключительная правда. То есть она может быть как правда какая-то ситуация, как правда отношений, но я так ее и воспринимаю. Не вижу ее как универсальную правду. Поэтому здесь важен вот тоже такой вот объем с моей точки зрения. Давай я с моей точки зрения тоже поделюсь. Вот он еще пишет. Я спрашиваю, потому что начальнику можно все сказать и потерять работу, если это действительно правда. Разве нет? Конечно, об этом мы и говорили, не будь дураками. Подведите начальник правде о вас, так ведь это не о правде, а о том, как я сам могу выдерживать свою правду. Да, значит смотрите как. Я у меня этот опыт в этом плане достаточно большой. Вот, значит поделюсь своим взглядом. Значит первое, что когда мы говорим про правду, чего это касается. Ну первое, это значит для меня это начинается способность себя воспринимать вообще. Знаю ли я вообще себя, знаю ли я правду эту. Это целый большой пласт, об этом можно бесконечно, ну не бесконечно, но достаточно долго говорить. Может быть даже и да, но можно осознать, что это такое. То есть это в первую очередь про чувства, про переживания, про способность ощущать себя на физическом как минимум уровне. И способность слышать, воспринимать реальность. Потому что я, эта связь, не только я сам, но и моя связь с реальностью. Я себя в контексте осознаю. Контекст меняется, я меняюсь, поэтому вот эта динамическая такая система. Кто я вообще, что я чувствую, в каком контексте. Потом вторая компонента этого процесса, это все-таки соблюдение договоренности. Это чрезвычайно важный момент, а он очень тоже понятен, довольно прост. Потом третья составляющая, это способность не скрывать свои собственные чувства, переживания. В том плане, что я стыжусь большинства чувств, переживаний и считаю их неприемлемыми. И поэтому я их блокирую от самого себя даже. Это очень сильно связано с первым пунктом. Поэтому, когда я захожу в какие-то коммуникации, какие-то процессы, я не являюсь самим собой. Я скрываю от себя эти чувства, и я внутри себя их не переживаю. Это третий уже компонент. Потом четвертый компонент, это тоже значим. Надо понимать, что правда всегда связана с целью коммуникации. Что не существует абстрактной правды, не существует абстрактной истины. У каждого свой взгляд на жизнь, свое представление. Но если мы хотим найти правду, важно определить, какая цель у нас, конечный полезный результат деятельности. И поэтому, если говорить про разговор с начальником, то всегда надо понимать вообще, во-первых, что нас связывает, какие общие результаты деятельности. И вокруг этих результатов должна быть максимальная правда. Это не про то, что я думаю про начальника. Это мое оценочное убеждение. Это вообще никакого отношения не имеет ни к жизни, ни к правде нашей коммуникации, ни к общему делу. Мое оценочное убеждение, ну окей, я могу сказать, что мне не нравится начальник. Но опять же, это приходящее убеждение. Он мне сейчас не нравится, через пять минут мне нравится тоже. Это тоже часть правды. На самом деле, если говорить про мои там чувства к начальнику, я его там, может быть, уважаю, боюсь. Хотел бы сказать ему все, что думаю о нем, но не буду. Потому что я его, я, во-первых, понимаю, что это может ранить человека и не является до конца истинной последней инстанцией. Во-вторых, я от него завижу, боюсь взять работу. Вот это все в комплексе есть, правда, моего состояния. А не то, что начальник мудак. Конечно. Потому что начальник мудак – это очень маленькая часть того, что я кратковременно подумал. Потому что я же так не думаю 25 часов в сутки, 24. Я это думаю всего лишь там, может быть, 3-5 секунд, когда он мне сказал, что ты что-то там не то сделал. Но как бы это не есть. Я часто, я близких могу что-то подумать там такое. Но это абсолютно не означает, что я их там не люблю или это какое-то устойчивое состояние. Поэтому здесь вот всегда надо четко понимать. Это только часть сегодняшнего нашего эфира, ребят. Мы сегодня не про то, чтобы конкретно в это погружаться. Вопрос. Володь, давай дальше пройдем. Я хотел бы как раз тоже и сказать, что в отношении правды, в отношениях, послание Хаджина Средина и Суфьев, оно в том-то и состоит. То есть, если ты встречаешься с глупостью мира, с дураками в отношениях, смейся. Будь в состоянии космического джокера, чувство юмора. Смех вообще это, естественно, реакция на глупость. Она спонтанно возникает. Ну, как в цирке, да. Дяди большие, у них слезы из глаз, они спотыкаются. Дети хохочут. Почему? Потому что есть дураки такие большие, такие глупые. Поэтому нам вот хорошо не забывать всегда вот о чувстве космического юмора, когда мы беседуем со своими начальниками. Мы с тобой разобрали много конкретных вещей. Я хотел бы еще вот вернуться, с чего мы начали, с такой большой картине. Что же нам нужно, чтобы лучше выражать дух времени и подготовиться. Я думаю, что прежде всего, это, конечно, космический взгляд. Вот тот самый, который поначалу в 1957 году принес на Землю первый искусственный спутник Земли. Земля из космоса. Вот иметь в себе этот космический взгляд, видеть все в охвате, космос, галактику. Это очень важно иметь большую картину, потому что мы не поймем смысл конкретного, если у нас нет вот такого большого, большой истории, большой картины, большого понимания вот во всех областях, по крайней мере, в тех, которые для нас наиболее актуальны, где мы живем, развиваемся, работаем. И вот мне кажется, важнейшим инструментом для вот такой устойчивой большой картины является правильный и систематический опыт расширенных, необычных состояний сознания. Потому что именно через эти состояния к нам приходит все новое. Они не раздельный аспект творчества. Все новое приходит в расширенных, необычных состояниях. Знакомое в привычных, обычных дневных состояниях. Новое через сон, через экстаз, через прозрение, через вдохновение. Это все необычные состояния. Поэтому всем современным людям, конечно же, рекомендуется опыт вот этих состояний. И кому-то может быть глубокий опыт, особенно тем, кто делает большие дела. Кто лидеры, кто герои нашего времени. И у меня много примеров, что герои нашего времени все имеют такой опыт, который они получили на разных путях. Я знаю это. И Стив Джобс там, и Стэн Гроф там. Кстати, Стэн Гроф посвятил 65 лет своих исследований, своей жизни исследованию вот фундаментальных возможностей необычных состояний сознания. Для исцеления, для самораскрытия, для творчества, для решения глобальных проблем мира, психоистории его. Для работы с чрезвычайными состояниями и кризисами, психодуховный кризис. И оказалось, что это ключ. И вот совсем недавно Стэн Гроф создал новую программу тренинга, Гроф Легаси Тренинг. Взамен прежний существующий Гроф Трансферсал Тренинг, который обучал только холотропному дыханию. В новой программе передаются все знания Грофа. Все богатство знаний, которые позволяют нам использовать колоссальные возможности необычных станей сознания. И в холотропном дыхании, там профессионалы холотропного дыхания на выходе, и в бизнесе, и в политике, и в экстремальных ситуациях, и в психотерапии, и в творчестве, и в отношениях. То есть мы можем действительно получить доступ и знать, как пользоваться вот этим бесконечным ресурсом. Гроф попросил своих старейших учеников, включая меня, с разных стран мира, начать эту программу. И вот я с радостью информирую, что 15 декабря начинается первый модуль, уже начат набор, но я ссылочку дам. Гроф Трансферсал Тренинг.ру И это великолепная, я считаю, подготовка к новому миру и новых лидеров. Ну, кроме того, у меня есть авторские программы на сайте homorealites.ru И там мои онлайн-курсы шестинедельные. Три уже прошли. Инструменты эволюции, сам себе психотерапевт. И путешествия героев. Восемь историй, которыми мы живем. И они скоро будут тоже повторяться самостоятельно. А четвертый курс по творчеству, как раскрыть себе художников и творить, творить, прежде всего, конечно, в отношениях и для отношений, начнется в феврале. Ну, это мой маленький вклад. Я знаю, что у тебя колоссальный вклад. У тебя личный колоссальный опыт холотропного дыхания, я помню. Несколько лет там ты регулярно, регулярно в многих. И сейчас я понимаю, для чего, чтобы раскрыть свою миссию и вот все великое дело, которое сейчас идет через тебя. В том числе, конечно. Да, это просто. Я безумно благодарен. Для меня холотропный дыхание был одним из таких мощнейших, очень экологичных способов вхождения в эти состояния сознания. Потому что есть, безусловно, и другие там способы. Да, вот для меня большую роль, в том числе, сыграло и знакомство. Ну, я так скажу, для меня сейчас, конечно же, вот огромное значение играет диалоговый процесс. Я в нем вот ловлю вот примерно то, что охлотропное дыхание, это был как бы вход в этот диалоговый процесс. Потому что он на уровне дыхания, вход. Ведь же это такой элемент. Вот ты понимаешь, вот ты как бы всегда как-то на это ставил акцент, когда я приходил к тебе на занятия. Это было здорово, то, что я сделал. Потому что ты ставил акцент на том, что как раз между формируется, на вот этом поддерживающем поле дыхания. Я тогда еще, помнишь, были много разговоров. А можешь ли ты вот взять там, допустим, и практиковать там, ну там, допустим, холотропное дыхание дома. Но вот это состояние, когда у тебя есть ситр, когда есть вот это поле групповое, вот это вообще совершенно удивительное пространство. Я тебе безумно благодарен за это. Я тебе безумно благодарен за все и за то, что ты делаешь сейчас. Да, Володь, я хочу, кстати, всем сказать, что на самом деле это огромный плюс ковида, то, что, значит, Володь стал делать в онлайне. Потому что мы встречались, я еще помню, в Москве, говорю, Володь, надо в онлайн, надо в онлайн. Я считаю, что это дает очень много шансов, возможностей для человека. Потому что вот соприкоснуться с тем знанием, которое у тебя есть, это очень ценно. И я помню даже у меня в определенные моменты вставал твой образ. Я в тебе видел такого, знаешь, шамана такого старого, такой волчьей шапки какой-то, такой прям вот, такого прям конкретного. Не знаю, у меня прям до сих пор такое ощущение. Ты для меня в этом смысле один из первооткрывателей. И в моей конкретно, и в моей жизни ты прям открыл очень сильно этот опыт. Я помню даже первый какой-то конгресс трансперсональный, когда я пришелся, познакомился. В 1950 году был первый всемирный трансперсональный конгресс. А нет, а был до этого в какой-то Москве был, да. В 2005 год это был конгресс Евротаз, Европейской трансперсональной ассоциации. То ли, я уже не помню какой там, то ли, я помню, мы потом после этого с папой к тебе пришли на холотропное дыхание. Это было, конечно, здорово, да. Друзья, ну что, я, Володь, если ты хочешь еще чем-то поделиться, пожалуйста, поделись. Вот, это просто, ну, как бы я счастлив, я тебе безумно благодарен за то, что ты сегодня настолько такую четкую картографию дал. Вот, я с радостью, я приглашу тебя в школу к нам с тем, чтобы, может быть, провести какое-нибудь занятие для наших уже в школе учеников. Может быть, мы какой-то там цикл придумаем, вот подумаем там. Да, давай, да, суроволь с ним поделись, что будет вам полезно. Вот, фасилиционную программу, да. Все свои темы и программки там, если что-то интересное будет, выберешь. Я хотел немножко еще вот, ну, раскрыть тему духа времени совместно с героями нашего времени, как выразителями этого времени. И важность такого, в том числе, не только интуитивного, но и структурного понимания такого, объемного. Потому что через вот эту таблицу, через понятие мы способны соединиться с исследованиями, с наукой, с историей, искусством, культурой, коммуникацией, технологией. И понять на конкретном уровне, в чем смысл, например, вратами какого духа является Стив Джобс, его дело, большое дело. Ну, я люблю совсем недавний пример, но вот только что объявили новые компьютеры Apple, они уже тестируются на процессоре M1. И простейший базовый компьютер MacBook Air, он по мощности, вычислительной мощности и способности работать с видеофайлами формата 4K Ultra HD, равен вот этому прежнему Маку, самому мощному МакПро, ведро, на котором я смонтировал все свои последние фильмы. Сейчас за 800 долларов это доступно любому человеку. То есть вот это и есть тоже проявление духа времени. С помощью вот видения и миссии Apple, каждому человеку становятся доступны эти органы сознания. Иначе я не назову компьютеры Apple, смартфоны, это органы. Они расширяют наш внутренний мир возможности общения, друг с другом живого общения, через соцсети всевозможного рода. Обмен, то есть обратную связь эффективную. И через подключение к мировому, как я называю, информаториуму, к мировой всем знаниям человечества. И вот следующий этап, который Apple уже наметил, очки дополненной реальности. Они в последнем Человеке-пауке показаны уже, как свершившийся факт, там главный герой эти очки имеет. То есть без пальцев и без клавиатурный доступ к мировой сети. Серфинг совершенный, быстрый по этой сети. Любая информация мгновенно, ты общаясь, она появляется на очках. Мгновенно, любая информация. Вот это и есть завершение информативной революции, да, которой мы сейчас переживаем. И открытие дороги для всех людей к миру творчества. Вот что делает компания Apple. Вот какой дух времени через него выражается. Вот эти героические люди, которые, ну и то же самое могли бы назвать и в других направлениях. Ну, скажем, мой любимый герой наш. У меня есть целый список вообще. 20 моих любимых, самых-самых кровных героев нашего времени российских. И 20 со всего остального мира. И когда-нибудь я обязательно проведу большие онлайн-курсы вот по всем этим героям. И причина здесь состоит еще и в том, что, несмотря на то, что все знают, что Андрей Тарковский великий режиссер. И много книг и фильмов о нем есть. Но вот нечто очень важное и главное, что вижу я и что видно через мою таблицу, ускользает. Выразителями какого духа был Тарковский. Почему он так откликнулся. Все, большинство наших слушателей любят Виктора Пелевина. Восхищаются его романами. Ждут. Но очень мало внятного написано о Викторе Пелевине. Мало кто понимает, что такое он сделал. В чем загадка его пути. Я с Виктором сталкивался, когда он был еще редактором в начале 90-х издательства «Миф». И редактировал, готовил к изданию книги Кастанеды в переводе Васи Максимова. Тогда еще ничего не было опубликовано. Он был фанатом тогда компьютерных игр, очень живым в общении человеком. Впоследствии он, редактируя Кастанеду, поехал на биостанцию к Василию Максимову, переводчику Кастанеды. Вася был членом нашего подпольного транспарсонального круга людей, я его хорошо знал. И Вася посвятил его в мир Кастанеды, благодаря магическим грибам. И вот именно там у Васи он написал Чапаев «Пустоту» и ряд других произведений. И обрел глобальное видение. И тут все его таланты раскрылись. Контакт, острота, живота, живость, уникальный писательский стиль, умение общаться. Его герои как общаются и как видят. И он стал прямым выразителем. Почему он нам так интересен? Он выражает дух времени. Я обязательно сделаю большую программу о том, что на самом деле делает Виктор Пелевин и другие герои нашего времени. Потому что нам это важно понимать тоже, чтобы самим лучше в большей степени быть героями нашего времени. И выполнять свое предназначение, свою миссию. Вот, наверное, что я бы хотел сказать в завершении. И также пожелать колоссального процветания, здоровья, успеха тебе и всем твоим последователям, ученикам, друзьям, дорогие участники нашего эфира. До здоровья вам, процветания. Да, ребята, ну что, я безумно благодарен Володе за сегодняшний эфир. Володя, тебе спасибо большое. Ребята, вам всем большое спасибо за то, что были с нами. И до завершения, смотрю, многие были. Всем хорошего настроения. Эфир сохраним, конечно. Все, на связи. Володя, обнимаю тебя крепко-крепко. Обнимаю тоже. На связи. Пока-пока. В открытом диалоге с миром и друг с другом. Пока. Пока.